В телеграм-канале администрации Самары Вести с Дворянской сообщают об ограничении движения транспорта в воскресенье в связи с проведением всероссийского полумарафона «Забег». С 6 утра до 14.30 дня 22 мая будут перекрыты отрезки дороги по улице Дальней от дома номер 1А до улицы Арена-2018, по улице Арена-2018 от проезда номер 8 до поворота на проезд, ведущий к улице Малой Сорокин-Хутор, по проездам номер 2 и 7. Кроме того, на обозначенных участках дорог с 8 вечера 21 мая до 14.30-22 мая будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств. Администрация Красноглинского района Самары напоминает, что до окончания голосования по федеральному проекту формирования комфортной городской среды осталось всего 11 дней. Еще есть время проголосовать и решить, какие общественные пространства благоустроят в 2023 году. Для этого нужно перейти на сайт 63.городсреда.ру, пройти авторизацию через госуслуги и выбрать территорию, которая уже в следующем году преобразится. В Красноглинском районе на благоустройство претендует три общественных пространства. Департамент экономического развития и торговли администрации Самары рассказывает, как узнать о наличии лекарств в аптеках региона. Информацию можно получить на сайтах supreme63.ru, портал.ду или allapteki.ru. Узнать о наличии того или иного лекарственного препарата можно и на сайтах аптечных сетей и по телефонам аптек. Также доступны телефоны справочной службы здоровья 007 со всех кабельных телефонов Самары. Или 846-213-03 для междугородней и сотовой связи. Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко сообщает, какие мероприятия в рамках фестиваля «Российская студенческая весна» проходит в городе в пятницу 20 мая. Сегодня делегации начали представлять региональные программы. Первыми это сделали участники из Самарской области. В 12 часов они рассказали о программе «Снизу вверх». В филармонии прошли вокальные выступления. В Театре юного зрителя «Самарт» танцевальные, а в Театре кукол – театральные. Кроме того, в ДК «Железнодорожников» и в «Самарте» зрителям представили оригинальный жанр. В 18 часов в МТЛ-арена стартовал показ от направления мода. Также в Самаре продолжают свою работу фестивальные городки на площади Куйбышева и второй очереди набережной. Они будут открыты до 22.30. КОНЕЦ